Здравствуйте, меня зовут Константин Хасин, я являюсь адвокатом Дмитрия Рыбалова и в настоящее время представляю интересы общества, в котором является участником, о рынке Комсомольский. В 2016-2017 году был построен и введен в эксплуатацию здание универсального рынка Комсомольский в комсомольском поселке города Саратова. В том числе в указанном здании 39% принадлежит моему доверителю, 24% принадлежало Ермакову Глебу Анатольевичу. Также было создано общество граничной ответственностью рынок Комсомольский, целью создания которого было получение прибыли от сдачи в аренду торговых помещений и тем самым возврат собственникам рынка тех инвестиций, которые они вложили в создание этой организации. Директором рынка Комсомольский в 2017 году стала Тимофеева Ирина Алексеевна, доверенное лицо господина Ермакова. Также участником рынка Комсомольский от имени господина Ермакова стала госпожа Бабушкина. На протяжении всего этого времени мой доверитель получал отчеты о том, что организация не имеет прибыли, что деятельность убыточная, ну или как минимум неприбыльная. В какой-то момент стало понятно, что это маловероятно, потому что рынок был заполнен арендаторами. И сложилось впечатление, что есть какие-то схемы присвоения прибыли. В апреле 2020 года учредители органа Комсомольский с долей в 76% в установленном капитале, в установленном законном порядке, произвели смену директора и назначение на должность директора другого лица. После этого, когда новый директор стал пытаться приступить к своим обязанностям, ему стали активно чиниться препятствия. В том числе проводились многочисленные силовые акции. Например, когда 8 мая 2020 года директор приехал на рынок, были установлены посты охраны, установлены в законном порядке, господин Ермаков, госпожа Тимофеев, в сопровождении 15 человек, вырвались на территорию рынка, устроили драку, побили людей, испортили ряд имущества и так далее. Такие акции продолжаются все это время. Мы стали выяснять причину такого активного сопротивления. В конце концов, она стала понятна. Оказалось, что одновременно с тем, как была создана общественная ответственность рынок Комсомольский, вернее, через какое-то время, также была создана госпожой Бабушкиной, как единственным участником, была создана общественная ответственность ОРКОМ. Кроме этого, было создано ИП Бабушкин, это супруг госпожи Бабушкиной. На данной организации и данному ИП по совершенно номинальной цене за 30 тысяч рублей было передано в аренду порядка тысячи, даже более тысячи квадратных метров торговых площадей. Ну, чтобы было понятно, это ниже рыночной цены, может быть, в 30 раз примерно, в десятки раз, во всяком случае. Как пример, господин Бабушкин приобрел в аренду 415 метров торговых площадей за 10 тысяч рублей. Одновременно тут же он передал эту площадь в аренду ИП Денисенко. В разное время арендная плата составляла от 180 тысяч рублей до более чем 250 тысяч рублей. По нашим подсчетам, только за три года этой деятельности, таким образом, было незаконно присвоено порядка 5, может быть, 6 миллионов рублей. Когда все это стало выясняться, руководство рынка Комсомольский приняло решение, поскольку эти сделки являются ничтожными в соответствии с разъяснением Верховного суда, и не должны исполняться. Руководство рынка Комсомольский приняло решение прекратить данную деятельность и на территории этих площадей. В том числе было принято 29 мая решение прекратить деятельность на вот этих вот 415 метрах, которые незаконно получил господин Бабушкин. 1 июня на территорию рынка приехал господин Ермаков в сопровождении порядка 15 крепких молодых людей. С ним приехал депутат Саратской городской думы господин Чеботарев Артем Николаевич, депутат от фракции «Единая Россия». Человек, правда, избиравшийся по другому округу, но тем не менее. Он приехал, действовал именно как депутат Саратской городской думы. Именно так представлялся. Он потребовал подойти к нему сотрудников охраны. Людям свойственно доверять представителям власти, никто же не знает, как распределяются полномочия. Сотрудники охраны подошли к нему, пока он с ними беседовал. Господин Ермаков в сопровождении этих молодых людей силой разблокировал доступ к помещениям, которые занимались и по Единисенко. После этого господин Чеботарев провел беседу, продолжая действовать как депутат, очевидно демонстрировал то, что он действует на определенной стороне участников конфликта. В том числе господин Чеботарев провел беседу с неким лицом, который якобы является предпринимателем, с которым они якобы раньше не знакомы. Господин Чеботарев предлагал ему в том числе телефон свой в случае чего. При этом в социальных сетях есть огромное количество фотографий, где господин Чеботарев вместе с этим человеком активно отдыхает на отдыхе и явно находится либо в дружеских отношениях, либо как минимум в приятельских. Таким образом, совершенно очевидно, что господин Чеботарев в этой ситуации занял сторону одной из сторон хозяйственного конфликта, что является как минимум неэтичным, а скорее всего и противоправным. И никоим образом не соответствует полномочиям депутата и тем обязанностям, которые он должен выполнять. По всем тем фактам, которые я описал, в настоящее время подано заявление о сошенных преступлениях и проводится соответствующая проверка. Мы боимся, что подобное вмешательство депутата может, во-первых, повлиять на объективность расследования, во-вторых, приведет к дальнейшим нарушениям прав и законных интересов у рынка комсомольский. В связи с этим мы бы хотели обратиться к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, к руководителю регионального ГУВД Николаю Трифнову, также к главе Саратской городской думы Виктору Малепину, также к комиссии по этике Саратской городской думы с просьбой провести проверку настоящего обращения и в дальнейшем по возможности не допускать подобных нарушений наших прав и законных интересов.